Русские новости. Мне иногда пишут, спрашивают, а как вообще правая повестка дня на этих выборах? Есть кто-нибудь правый? Ну, конечно, у нас на нынешних выборах правые просто исключены из участия в этих выборах. И надо заметить, иногда путают левых с правыми, потому что либералы, это, конечно, сугубо левые. В них ничего правого нет и быть не может, и правую повестку дня, естественно, они не оглашают. Конечно, какой-нибудь там Жириновский может что-нибудь из правой повестки дня огласить, но это не значит, что он вообще собирается хоть что-нибудь делать. У Путина, да у него вообще никакой повестки дня. Это пустое место, просто пустое место. Грабит страну, вот его повестка дня, дальше он может говорить все, что угодно. Это оккупант. И Грудинин. Ну, посмотрим на среднего гражданина Российской Федерации. Есть ли в нем какие-то правые воззрения? Вот Грудинин – это обычный человек. И в этом смысле он может лишь повторить то, что есть в сознании, в мировоззрении обычного современного человека, у которого в мозгах, конечно, осталось и много от того, что мы называем с презрением совком, хотя это и не всегда правильно, потому что русские люди жили и при советской власти, и оставались русскими, и вся эта коммунистическая мерзость к ним не прилипала. И все, что было русское, это наше достояние, все, что происходило в 20 веке, что делали русские люди, были у них паркбилеты или нет, не имеет значения, а имеет значение, каково было их мировоззрение. Если там было все русское, то, соответственно, люди и жили по-русски, а не по коммунистическим заветам. Ну и, соответственно, и в сегодняшней жизни тоже много чего в сознании у людей есть русское. Вот посмотрим на те ответы, которые были у Грудинина во время его визита в Ростов-на-Дону. В целом, конечно, повестка дня в основном социальная, иногда прорываются какие-то элементы прежнего образования в выступлениях Грудинина, то, что нам, конечно, со стороны правых неприемлемо, там Ленин, Сталин, социализм, но это тоже такие, можно сказать, обломки, это не какое-то целостное мировоззрение, которое для нас неприемлемо, обломки каких-то прежних воспоминаний о уроках марксизма-ленинизма в институте, школьных лет и так далее. Но есть и вполне здравые мировоззренческие позиции по целому ряду вопросов. Приходит к Грудинину вопрос о русских. Русский вопрос. Конечно, он, как и подавляющее большинство граждан, в этом вопросе не сведущий. И он отвечает примерно так, как отвечал бы я, когда меня спросили бы, а что такое русская нация. Я бы, конечно, сказал, что это политическая общность, и в русской нации могут состоять и представители других народов, если они с русскими заодно. Вот те, кто с русскими заодно и составляют русскую нацию. Русский народ, естественно, это те, кто произошел от русских людей, то есть потомки своих русских предков. Но среди этих русских потомков есть много неруси, выруси, кто лишен русского мировоззрения. И эти люди, конечно, в русскую нацию никак не входят, хотя вроде бы им это проще сделать. Вот как отвечает о русском вопросе Павел Грудинин. Русский вопрос и интернациональное ваше видение. Слушайте, ну, абсолютно убежден. Вот, кстати, видели фильм про Сталина, он так интересно там сказал, что я, говорит, не грузин, я русский грузинской национальности. Русский, который говорит на русском языке, русский, который нашу культуру воспринимает как свою. И, например, у меня огромная, ну, сколько, больше 10 человек приехало с Донбасса. У них фамилии украинские, но они русские. Они русские, это русские люди. Они говорят на русском языке, у них русские дети. И они, мы сейчас уже некоторым квартиры дали, некоторые еще живут в общежитиях, но мы всех их любим, потому что все мы русские. Конечно, этот вопрос освещен недостаточно, и его надо бы проговорить с кандидатом. К сожалению, коммунистический саботаж не позволяет нам проговорить все эти вопросы детально о геноциде русского народа, о раскультуривании, об уничтожении русского мировоззрения, уничтожении русского государства, о сквернении русской истории и так далее. Я думаю, что все эти вопросы для Павла Грудинина близки, просто их надо систематизировать и вложить под эту вывеску русский вопрос. А правая повестка дня продолжается. Например, вопрос о смертной казни. Вот как его освещает Павел Грудинин очень коротко. Смертная казнь, ваша позиция? Ну, я, вы же видите, жесткий человек. Я считаю, что если педофил изнасиловал ребенка, то он должен быть убит. Я уверен в том, что... Я не толерантен, но... Вы поймите, если... Ну, нельзя этих людей оставлять жить на этой земле. Поэтому вот такая моя позиция. Разумеется, мы здесь видим элементы того самого мировоззрения, которое мы называем правым. Для правых смертная казнь обязательно и целая категория преступлений должна караться смертной казнью. Может быть, мы в каких-то вопросах расширительно трактуем эту норму и хотим включить в качестве санкции смертную казнь на большее количество преступлений, кто-то на меньшее. Может быть, мы думаем и о том, что предатели Родины должны быть уничтожены, физически истреблены. Но когда дело дойдет до судебных решений, я думаю, что у многих ебнет сердце, и многие подумают, ну а что ж мы должны там 100 тысяч человек из бывших чиновников уничтожить. Да нет, как-то это будет нехорошо. Все-таки это люди, от которых может пойти русский род, их дети, внуки, как-то вот так вот резать ножом по русскому родовому древу не стоит. Даже если там какие-то ветви гнилые, сухие, вот их отсекать, это значит, что есть риск нанести ущерб всему русскому древу. Поэтому мы, конечно, задумаемся об этом. Смертной казни подлежат изменники, которые нанесли очень существенный вред нашему Отечеству. Может быть, вот об этом стоило бы поговорить. Но уже хорошо, что Павел Грудинин понимает, что есть целый ряд преступлений, по которым должна быть санкция в виде смертной казни. Следующая позиция о мигрантах. Вот что говорит о мигрантах Павел Грудинин. Проблема мигрантов. Слушайте, а у нас в совхозе, вот сейчас работает 80 иностранных работников. И никакой проблемы нет. Знаете почему? Они нормально живут. Мы их всех поселили в общежитие, один приехал и говорит, слушай, я первый раз в жизни горячей водой мылся. У них там другая жизнь. Они получают нормальную зарплату на уровне работников наших. Но я абсолютно убежден, что нужно вводить трудовые визы. Нечего пускать всех подряд в нашу страну. И они там должны получить. Спасибо. Они там должны получить, показать, что они знают русский язык, что у них нормальная медицина. Мы тут можем их проверить. Но там они должны получить вызов к нам, а работодатель должен за них отвечать. И если он перестал работать, его надо посадить, выдать ему зарплату и отправить обратно к себе. Это абсолютная. Мы бы, наверное, эту тему осветили более жестко, но уже понятно, что у нас здесь есть точки соприкосновения и есть общая позиция. Есть желательные мигранты, есть нежелательные. Если у нас есть необходимость привлечения мигрантов, мы можем это сделать. Например, у нас есть большие неосвоенные территории. Мы можем на время пригласить мигрантов. Скажем, поработал полгода, отправился домой. Через пару лет может еще раз приехать, еще поработать. То есть рабочая сила, которая нам нужна для, например, прокладки дорог, для возведения каких-то крупных сооружений. И мы не можем набрать у себя в стране соответствующую рабочую силу, потому что люди предпочитают жить там, где они родились. И вот переехать на новое место, строить новые города далеко не всегда готова большая масса людей. Тем более, что вот приехали, строители построили, а дальше куда они должны деваться? Они должны менять профессию, чтобы остаться на этом месте? Или ехать строить следующий город? Вот таких кочевников, конечно, набрать тяжело. Поэтому могут быть привлеченные мигранты, конечно, не в таких масштабах. И вот этот цинизм нынешней власти, давайте мы заселим вообще всю страну мигрантами, он нам абсолютно чужд, и мы категорически противники такой политики. Я думаю, что Грудинин мог бы на те места, которые у него занимают, его хозяйственные мигранты, набрать граждан, которые оседло живут в Московской области, в Москве. Но московские власти создают такие условия, что рынок труда разгромлен. И когда Собянин говорит, что у нас 2 миллиона вакансий, которые якобы не хотят занимать граждане России, это, конечно, ложь, это ложь. Граждане России готовы работать на всех видах работы, если только за них будут платить достаточно, чтобы кормить свою семью и нормально жить. Но Собянин предполагает заселять Москву и Московскую область вместе с Воробьевым, губернатором Московской области, мигрантами, потому что им легче управлять. Им дал команду, они пойдут и проголосуют. На местных выборах, кстати, им разрешено голосовать. Но и на выборах общефедеральных легко эти люди используются в каруселях, им дают чьи-нибудь паспорта, и они ходят, ездят по участкам. Это известная вещь, уже ловили за руку таких людей. И вот эта массовка, это, конечно, люди асоциальные, аполитичные, не являющиеся гражданами, не имеющими гражданского самосознания. И, конечно, их всех надо отправлять домой. Всех, всех без исключения, просто всех. И даже тех, кто здесь семьи завели, всех туда. Если кто-то тут с гражданином России переженился, мы можем легко лишить гражданства, пожалуйста, отправляйтесь к себе домой. Нам не нужны здесь мигранты, не нужны. Их социализировать надо несколько поколений. Это колоссальная нагрузка, колоссальные затраты на бюджет и вообще на нашу жизнь. Нам мигранты не нужны. Павел Грудинин понимает, что есть нужные мигранты, а есть ненужные. Если мигрант перестает работать, начинает бить баклуши, включается в криминальные структуры, то, конечно, его надо паковать и отправлять любым способом. Либо в концлагерь фильтровочный, чтобы его приучить к работе, чтобы он набрал денег, и отправить его в любую страну, которая его готова принять. Ну, прежде всего, на родину, откуда он происходит. Либо, если у него есть деньги, то билет ему в руки и до свидания пусть отправляется. Так что этот вопрос в правой повестке дня Грудинин тоже освещает. Я бы не сказал, что подробно и с полным пониманием дела, тем не менее он готов к этому пониманию, и нас это радует. Еще один пример вопроса о казачестве. Мы подготовили для Грудинина такую записку о том, что стоит говорить, а чего не стоит говорить. Лишнего он не сказал. Вот послушайте, что он высказал по вопросу о возрождении казачества. Казачество. Ваше предложение по воздействию казачества и государства. Ну, вы знаете, что принят закон, и я абсолютно убежден в том, что, кстати, если вы вас читаете нашу программу, там тоже это есть о местном самоуправлении. Слушайте, ну, если казачья станица, она должна самоуправляться сама. У них долгая история. Эти люди всегда служили государю, они всегда служили государству. И их надо поддерживать. Но, честно, я не согласен с тем, как вот это бывает, когда вдруг эти псевдо-казаки, ряженые такие, начинают нагайками разгонять митинги, демонстрации. Власть не должна и не может их использовать для вот этих внутренних конфликтов. Они должны наводить порядок. Они должны своим примером показывать, как должны вести себя настоящие мужчины. И поэтому я за казаков, но против ряженых. Здесь тоже мы не видим какого-то развернутого ответа. Скорее, такое бытовое суждение казачества мы уважаем, но только не ряженых. Ряженых действительно достаточно много, но все это связано с тем, что власть пытается подкупить казаков, превратить их в полицию, в своих халуев. И таких халуистующих казаков много. Владимир Путин собирается... Халуи ему очередной раз присягнули. Можно ходить по-любому, развешать непонятных медалей, лампасы, там звания непонятно откуда полученные. Все это вот так называемое реестровое казачество. Не скажу, что там все являются негодяями, но сама система, конечно, негодяйская. И разрешать проблему возрождения казачества надо прежде всего признанием геноцида казачества в период большевистской революции, оккупации и массового истребления казаков. Документы сохранились, память у казаков о этом периоде сохранилась. Надо признавать это и признавать необходимость революционных мер, которые имеют и политический характер, и историко-культурный, и прагматический, потому что казачьи станицы надо возрождать по всем границам Российской Федерации. Впоследствии, наверное, должны быть, когда будут присоединяться территории, отпавшие от России, на новых границах должны быть казачьи поселения. Статус казачества должен быть, да, это военизированные граждане, то, что в других странах называется национальной гвардией. У нас вот Росгвардию придумали, конечно, это никакая не гвардия, это просто внутренние войска переименовали. Раньше были внутренние войска, непонятные названия, что это за внутренние войска, воевать с собственным народом, ну, поэтому убрали эту бирку, собрали вообще все дееспособные там спецназы и так далее. Это гвардия Путина, то есть гвардия оккупантов, это супероккупанты. Вот все, кто там служит, находятся под статьей о государственной измене, все без исключения, ну, а руководство прежде всего. Я понимаю, что кто-то исполняет свои обязанности честно и достойно и не притесняет граждан, а кто-то использует для наживы свой статус, для совершения преступлений, этих фактов уже полно. Кто-то готов изничтожать и истреблять народ по воле начальства, исполнять преступные приказы. Это такая среда, где подобные преступления более чем вероятны, более чем даже в среде, там, блатной. Вот эта среда, можно сказать, что составляет зону еще большего риска для совершения преступлений. Конечно, не должно быть никакой Росгвардии. А настоящая гвардия, то, что называется национальная гвардия, это горячий резерв вооруженных сил. Люди, которые имеют у себя дома, имеют право хранить стрелковое, боевое стрелковое оружие, которые привлекаются для охраны границ, для контроля приграничных территорий. Это обычные граждане, но вооруженные. И, соответственно, у них статус, ответственность, обязанность в случае приказа быстрого оповещения явиться на сборный пункт и выступить в составе вооруженного отряда на защиту границы или, там, скажем, на подавление какого-нибудь этнического мятежа, то есть в зонах, где такие мятежи возможны, также необходимы казачьи поселения. Вот это все и есть освещение темы возрождения казачества. Я думаю, что если Павел Грудинин вникнет в ситуацию, то все эти вопросы лягут ему в голову, как к разумному человеку, и он, став президентом, реализует то, что я сказал, в черне, вот эту программу я изложил. А еще один момент из правой поездки дня о цензуре. Мы же знаем, что вся классическая русская литература родилась в ситуации подцензурной. Тем не менее, это не помешало появиться великим русским писателям, которых мы ценим до сих пор. Цензура нужна. Павел Грудинин сказал об этом недовусмысленно. Будет ли при вас цензура? Слушайте, а я считаю, что она, во-первых, должна быть самоцензурой у журналиста. Но если... Сейчас, дайте я закончу. Но государство должно регулировать. Ну что это за фильмы такие? Комедия «Смерть Сталина». Ну что это такое? Или там балет, к которому все голые бегают. Слушайте, ну извините, мне надо не путать искусство и порнографию. Ну нельзя путать. И поэтому обязательно государство должно вмешиваться. Я абсолютно в этом убежден. Это воспитание наших детей. Средства массовой информации прежде всего должны цензурироваться общественными комитетами, независимыми даже от государства. Всякая порнография, всякая пошлятина должна быть из средств массовой информации удалена. Эти средства массовой информации должны стать именно средством информации, а не дезинформации, не лжи, не выдачи каких-то антинаучных гипотез, в мире каких-то там тайн, якобы что-то там копошится и так далее. Невежественные люди должны быть отстранены от эфиров. И средства массовой информации должны стать источником правды, источником знаний, источником образования, источником культурного, духовного роста. Все это понимает любой здравый человек, и Павел Грудинин тоже это понимает. Мы видим, что Павел Грудинин выступает с такими тезисами, которые для правых, для русских националистов являются родными и близкими. Может быть, эти тезисы не освещены с теми подробностями, с которыми знакомы мы, и не освещаются те программные тезисы, которые есть в программах русских национальных организаций, но есть перспективы, есть перспективы роста, есть возможность понимания, есть здравая позиция, которая близка каждому русскому человеку. Поэтому мы предлагаем русским задуматься о том, что у нас сейчас выбор произойдет между Грудининым, человеком здравым, и для которого русская повестка дня не является чужой, и Путиным, человеком настроенным враждебно ко всему русскому и стремящемуся уничтожить все, что есть в России русского. То есть уничтожить Россию. Две позиции. Мы выбираем из двух этих позиций. Ну вот третьей позиции, такой супернациональной, суперрусской, нет у нас. Но из двух мы выбираем, даже не меньшее зло, мы выбираем добро или зло. Путина – зло или Грудинина – добро, в котором русское понимание жизни присутствует. Я призываю русских и русских националистов голосовать за Павла Грудинина, и это создаст нам перспективу развития русских организаций, утверждения русского мировоззрения. Всем этим мы будем заниматься, когда свергнем треклятый режим олигархии. Россия – русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин